Вот его задача. Расчистить дорогу для настоящей науки, для науки продуктивной, для науки, которая будет доказательной, строгой и так далее. Эта задача была, конечно, грандиозной. И это чудо, что такой человек, как Фрэнсис Бекон, вышел на арену, так сказать, истории. Фрэнсис Бекон создает свою знаменитую классификацию заблуждения. Он поэт. Даже есть гипотеза, что именно Бекон является автором Пьес Шекспира. Очень интересная гипотеза, хотя лично я в ней сомневаюсь, но ее развивают крупные люди. Он был человеком Петературно-Ударенным, естественно, и свои холостовские сочинения подчас как-то вот оживляет поэзию. Сейчас эту поэзию вы почувствуете. Заблуждения, о которых идет речь, Фрэнсис Бекон называет призраками. Ну, типичная метафора. Призраки, которые нам мешают. Призраки, которые отводят на сторону, призраки, которые мы принимаем за что-то реальное, на самом деле это фантомы. Вот эти фантомы. Сейчас мы о них будем говорить. Первое. Так называемые призраки рода. Призраки рода. Вот его выражение надо сказать в кавычки. Призраки рода. О чем здесь идет речь? Что здесь имеется в виду? Призраки рода это некоторые, я бы сказал, схемы или механизмы восприятия, восприятия, которые заложены в нас во всех. Но я бы сказал, да. Которые нам рождены. Даже можно сказать, что они генетически обусловлены. Вот это наши родовые аномалии. Вот мы с ними рождаемся. И ничем мы с ними поделать не можем. Как эти аномалии себя проявляют? Что имеет в виду это? Первый случай. Мы имеем склонность, воспринимать мир, антропоморфно. Антропоморфизм. Антропоморфизм. Ну что такое антропоморфизм? Это проекция на природу наших психических черт. Поэтия так очень хорошо. Кудрявая березка. Женственная березка. Вот. Замечательно. Грустная рябина. Пожалуйста. Это тоже хорошо. Или, скажем, чудесная фраза. Горького солнца смеялась. Море смеется. Это все признаки человека. И эти признаки переносятся на природу. Антропоморфизм очень хорош в поэзии. Польклоры запилуют антропоморфными параллелизмами. Например, я сказал, что когда мы навязываем в природе свои схемы, то мы искажаем природу. Вот что здесь получается. Мы накладываем на природу свою матрицу. И это насилие над природой. Мы получаем знание неадекватное. Поэтому нужно Дугу поддерживать, вот так это запишем, деантропоморфизм. Нужно обвить войну вот этому антропоморфизму. Хорошо. Это первое. Второе. Презис Баган считает, что мы склонны запоминать положительное и забывать отрицательное. И это в нашей природе заложено такой момент. Он проводит пример. Церковь. Церковь, в которой есть памятная доска. И там выглядят имена людей, которые в церкви пожертвовали когда-то что-то. И которые, попав в кровоприкрушение, не погибли. Вот их помнят, этих людей, и вот памятная доска в их счесть. И Презис Баган говорит, вполне резонно, вполне законно о том, что почему же мы не помним тех людей, которые тоже приносили свои сюда дары. Так, пожертвовали свои. Но, в общем-то, утонули во время кровоприкрушения. То есть мы хорошее запомнили, хорошее, ободряющее, светлое. А все темное как-то стараемся из памяти своей изгнать. То есть, в принципе, хочется считать, хочется сказать, что мы склонны отбирать позитивное и, наоборот, отодвигать в тень или даже, в общем-то, в целом забывать негативное. Очень серьезный момент. Очень серьезный момент. Вот ученый приводит, набирает факты, он будет бессознательно отбирать только те факты, которые ему импонируют, так? Вот. Факты для него положительные. И он как-то бессознательно будет отталкивать то, что не ложится в его концепцию. Он будет закрывать глаза. Не значит, что он будет фальсификатором, что он будет делать какие-то подвохи, но он будет помнить то, что ему нужно, и забывать то, что представляет опасность на его теории. Очень опасное заболевание, так? Ну, или еще пример. Вот Францис Бекан считает, что мы любим порядок. Любим порядок. Это у нас заложено. И поэтому мы, воспринимая природу, вкладываем в нее порядка больше, чем в нее есть. Вот это очень глубокая мысль. Очень глубокая мысль. Ее надо записать, да? То есть мы видим порядок там, где его нет. И где его очень мало. Мы склонны преувеличить степень порядочности, степень организованности природы. Мы-то сами существа организованы, мы-то сами существа, ну, умеющие управлять четко и вразумительно об этом говорить и так далее, и так далее. Вот. Но настоящий мир, он устроен, конечно, более сложно. И в нем не всегда есть та организованность, которая нам нится. Нужно быть объективным, нужно стараться увидеть природу, какой она есть. Но здесь, конечно, Францис Бекан предваряет очень многие пределы науки 20 века, плодность энергетики. Науки, которая начала изучать всякие природные аномалии, отклонения, аберрации и так далее, и так далее. Хорошо. Вот это призраки рода. Вторая группа призраков, это призраки пещеры. Самый вопрос откуда идет? Он идет из книги Платона «Государство». В этой книге наш мир уподобляется пещере. Вот мы сидим в пещере, мы ее пленники. Наше положение фиксировано. Вот мы не можем повернуться назад. Вот вход в пещеру за нашими спинами. Впереди стена, она играет роль экрана. И мы видим, как на стене возникают разные образы. Какая-то подсветка есть, образы. А откуда они возникают? Что и в этих источниках? Там сзади мы это, правда, не видим. Так, вот вход в пещеру. У этого входа стоит какой-то проектор, который отбрасывает эти тени на стену. Ну, что такое проектор? Вот что-то, Платон говорит, что это есть мир идей. Мир идей, мир идей. Это подлинный мир, наверное, настоящий. Ради Бога, извините, пожалуйста. Что такое? Я не забыл, что пройдет. Чей пакетик? Извините, ради Бога. Да ничего, ничего. Ага. Ничего, бывает. Хорошо. Значит, пещера. Это очень глубокий образ, очень важная для теории познания. Так, мы с вами имеем дело с тенями. Подлинники от нас скрыты. Мы живем в мире иллюзорном, мире мнимом. Вот, что хочется сказать, Платон. Это главная в его теории познания. Мы можем иметь дело только с тенями, а прототипы, а первообразы – это идеи, находящиеся там, за нашими спинами. Вот эта метафора, которая развита в книге государства Платона, она касалась сильнейшего влияния на Бекона. И Бекон эту метафору вот как-то немножечко развил, повернул ее в сторону своих интересов. Он хочет сказать, что каждый человек обладает индивидуальной пещерой. Призраки пещеры – это призраки нашей личной субъективности. Призраки рода – это призраки общие для всех людей. Призраки, которые, я бы сказал, нам рождены. Вот мы рождаемся, уже имея настроенность на антропоморфное восприятие, на отбор положительных примеров, на привлечение организованности природы. Это общая черта человека. А призраки пещеры – это призраки, я бы сказал, индивидуальные, приватные. У каждого из нас есть свои предпочтения, есть свои неприятия, свои децинкразии. Каждый из нас вкладывался под влиянием обстоятельств, которые всегда неповторимы. И семья, и круг чтения, и авторитеты внешнего мира, которые мы стараемся подражать. Короче говоря, здесь речь идет о субъективизме в его чистом виде. И Бекан считает, что эта субъективность, она является помехой для ученого. Ученый должен быть беспристрастен, ученый должен быть объективистом. Давайте я запомню, когда мы будем возвращаться. Ученый должен дать картину мира, абсолютно объективную. На этой картине мира не должно быть никаких напечатлений его человека-личности. Он не должен оставлять следов своих пальцев на этой картине. Так вот, как будто он к этой картине даже не прикасался. Он ее разработал, но вот она настолько точна, настолько достоверна, настолько объективна, что его присутствие полностью не угадывается, абсолютно не угадывается. Это хорошо. Установка на объективность. Это очень важно для науки нового времени. До конца третья. Призраки рынка. Что здесь имеется в виду? Тут тоже совершенно гениальные мысли. Рынок, это место, где мы обмениваемся мнениями. Не только покупаем товары, но мы здесь вступаем в дискуссии. Мы спорим, завязываем интересные связи для нас с вами. Мы, существа, коммуникативные, мы используем слова для передачи информации. И вот Фрэнсис Беккер впервые говорит о том, что многие наши заблуждения связаны с неверным употреблением языка. То есть источник многих наших заблуждений заложен в языке. Мы не договариваемся о том, что мы понимаем под тем или иным явлением. Но ведь каждый это понимает по-своему. Вот у нас нет попыток, но есть время Беккера, конечно, какие-то языковые стандарты выработать. Давайте договоримся, что мы называем материей. Чтобы у меня было разнобоя. Тогда будет самопонимание. Но мы этого делать не умеем. Мы используем слова, очень часто и безответственно. И эти слова искажают суть. Хорошо. Значит, нужно следить за речью. Нужно следить за словом. Слова они вносят возмущение в разум, как говорит Фрэнсис Беккер. Это 17 век, правильно? Да, 17 век. Но здесь предваряется проблематика начала 20 века. Проблематика философии языка. Ведь, смотрите, что будут говорить английские аналитики, английские позитивисты через, ну сколько, через 350 лет после Фрэнсиса Беккера. Они будут говорить, что задача философии это создать строгий язык. Язык, где значения определены ясно, разумительно. Где не будет кровотлоков, где не будет ложных объяснений, ложных этимологий и так далее. Значит, один из источников возбуждений на путях познания, это язык. Задача язык очистить, язык организовать так, чтобы он не вносил возмущение в объективную картину мира. И, наконец, последняя группа, это призраки театра. Ну, я бы сказал так, вот как сегодня это интерпретируется. Призраки театра. Фрэнсис Беккер хочет сказать, что мы часто забываем, что нас вовлекли в условную игру. Вот является философ, который создал картины мира. Да, эта картина мира очень своеобразная, оригинальная, самобытная. Но она может быть не истинной, не истинной, так? Это может быть заблуждение, хотя заблуждение, принадлежащее дваждовому человеку. Вот мы эту картина мира принимаем на веру, мы не хотим в них критически разобраться. Ну, а что вот эти, в этом картина мира, это как театральная игра. Вот мы в театре находимся, мы улеглись игрой, и мы забываем о словности этой игры. О словности этой игры. Так же и здесь, так же и здесь. Перед нами философский театр. Мы в него вошли и забыли, что мы в театре. Мы все принимаем как чистую монету. Серьевная интерпретация говорит о том, что здесь, в общем-то, Фрэнсис Беккер понимает, хотя, может быть, не совсем еще четко понимает, что такое идеология в жизни человечества и жизни науки. Так? Вот идеология, она накладывает свои кримы на нас. Идеология, так? И эти кримы очень трудно стираются, они вот прикипают к нашим душам, и все, так? Вот. Я ничего не могу сделать, не могу эти кримы смыться, драть. Мне внушили идею коммунизма, я стал пленником, стал данником этой идеи. И я вовлечен в эту идеологию, и все, кто эту идеологию принимает, мои враги, мои враги. Так? Вот Фрэнсис Беккер читал, что человек должен быть свободен от идеологии. Он так прямо не говорит, это и современный комментарий, но он нас к этому подводит. Свобода человека от идеологии, которые искажают реальность, искажают реальность, да? Вот видите, идеология марксизма-ленинизма, идеология советского общества. Сколько там было перебрано, и как это было далеко от жизни. Это, сегодня это самое очевидное, сегодня в этом никто не может усомниться, усомниться. Хорошо. Вот это четыре, так сказать, вида заблуждений. И Фрэнсис Беккер сделал огромную работу, очищая авгиевые конюшни в современной моноуке. Дальше. Фрэнсис Беккер очень серьезно задумался над тем, как вести исследование. Он сторонник индуктивного метода, метода индукции. Движение от единичного к общему, от частного к универсальному. Индукция. Индукция это, в общем-то, главный метод для эмпиризма. Эмпиризм это познание на основе опыта. На основе опыта, да? Вот. Успехи классической логи. Очень многие, и это правильно, связывают с успехами индуктивного метода. Что такое индуктивный метод? Это внимание к единичным фактам, единичным фактам, так? И это движение от единичного к общему. Фрэнсис Беккер прекрасно понимает, что индукция давно известна человеку, но он говорит, что старая индукция, индукция, которую использовали и философы, и ученые возрождения, и ученые средневеков, она чем нехороша, что в ней плохо. Вот давайте сейчас запишем, на этом бэк он постоянно обращает внимание. Вот ты собрал несколько фактов, так? Ты их еще недостаточно проверил, ты ими увлечен, и ты сразу, сразу, на стое нескольких фактов делаешь очень широкие выводы, очень широкие выводы. Ты делаешь обобщение слишком панорамное, слишком, я бы сказал, ну я бы сказал так, слишком масштабное. Фактов у тебя мало, а обобщение очень широкие. Фрейсер Беккен считает, что вот по-другому роду индукция, когда мы резко выходим на общую абстракцию, на общие выводы, она может привести к ошибкам. Поэтому Фрейсер Беккен говорит, что мы должны постепенно, последовательно набирать факты, сравнивать их, проводить опыты на основе этих фактов, так? И двигаться поэтапно к общим понятиям. но без скачков, но без вот таких резких сальто. Индукция должна быть более ответственной, более вдумчивой, чем это было раньше. как-никак, ты строишь общий вывод на основе единичных фактов. И ты должен этих фактов набрать как можно больше. Набрав количество какой-то фактов, ты их обобщи, но пускай это будет вообще не генеральное пока еще, пускай это будет вообще не промежуточное, не спеши, не спеши. ты сделаешь следующий шаг вверх, и твое обобщение станет еще более общим. Делаешь еще шаг, и обобщение станет опять-таки еще и еще более общим. Но, пожалуйста, делай это опираясь на факты. это очень серьезное предупреждение, ибо многие ученые прогорают на том, что они не изучив фактическую сторону проблемы, как следует, уже делают выводы теоретические, которые не получают абробации, которые отвергаются в конечном итоге наукой. Хорошо. Итак, индуктивный метод новой редакции. Новое понимание индукции. И последнее, вот я сказал, Фрейсис Бекон учил работать методично, последовательно. Хорошо. Вот пример этой методичности. Все это мы читаем в книге, которая называется «Новый органон». «Новый органон». Органон пишется с большой буквы. Книга, которая обязательно изучается не только в вузах, но и в школах запада. Это как учебник жизни. Фрейсис Бекон показывает, как должны работать ученые. Знаете, вот наука в строгом смысле слова, наука классическая, мы будем в следующий раз о ней говорить, но классическая, она только-только завязывается. Она только-только освобождается от тех тенет, которые связывают и с магией, и с мистикой, и с мифологией. и Фрейсис Бекон выступает как учитель. Вот он учит молодую науку работать. Это очень интересно. То, что сегодня кажется нам чем-то саморазумеющимся, тогда это было новацией, тогда это было дерзостью. И так хорошо. Я ставлю проблему, проблему. Меня интересует, что такое тепло. Тепло, это, наверное, очень значительное, очень важно для нас с вами. Мы теплокровные существа, мы должны выгреваться, слава Богу, что есть солнце, а зимой есть камин или печь. Чудесно. Но что такое тепло? Серьезный вопрос, который станет предметом термодинамики. Термодинамика, она как наука оформится, может быть, только к началу 19 века, по-настоящему, капитально, когда будут сформулированы основные законы термодинамики. Термодинамика, это отдельное направление физики, изучающие именно тепловые процессы. Итак, проблема поставлена. Что ты должен сейчас сделать? И это Бекон демонстрирует. Ты сейчас должен собрать все случаи, когда тот или иной объект выделяет тепло. Ну, солнце, конечно, приходит в голову, перефис, мы пишем солнце. Хорошо. Пламя, пламя, обычное пламя, костер, пламя в печи, пишем пламя, да? Хорошо. Различного рода явления, связанные с активностью Земли. Ну, вулканы, из которых сливается магма, гейзеры, теплые источники, так, вьющие из нятра Земли. Значит, я должен собрать как можно больше фактов, и эти факты должны быть разнородными. Посмотрите, я сейчас говорю о солнце, я сейчас говорю в процессе горения, а вот такие нетривиальные случаи, когда тепло возникает, не гашен, а известь, не гашен, известь, так? Пожалуйста, ты ее облил водой, она начала пениться и выделять тепло, и там очень горячо, так? Совсем другое здесь присоединение тепла, чем в случае с солнцем или там в случае с пламенем в камине. Или он приводит пример какой? Вот, уж извините, пожалуйста, меня за такой натурализм, вот пример силоса или навоза, так? Вот, тоже перепревает в навозной куче или в силосной яме, тоже выделяет тепло. Сегодня мы как это называем? Биоэнергия мы говорим, биотепло мы говорим. Хорошо. Ну что, есть животные, которые теплокровные, которые выделяют тепло, правильно? Короче говоря, перед нами список, список всех явлений, которые излучают тепло. Такой список называется таблица присутствия. Пишем, таблица присутствия. Вот смотрите, здесь самая важная дотошность, методичность, и вот ее нам демонстрирует Российский СБК. Так, ничего не пропустить, зарегистрировать все явления связанные с теплоотдачей. Как бы эти явления не были различными, так? Ну вот спирт, да, ты спирт брызнул в воду, и она нагрелась, тоже, вот, тоже теплоотдача. И много таких случаев. Совершенно нетривиально. Смотрите, как работают ученые. Явление определено, так? Источники это явление очень разные по своей природе объекты, разнообразие, но ты видишь в нем единство, имеется теплоотдача, и ты это все заводишь вместе, заводишь систему. прекрасная работа мыслей, прекрасная направленность этой работы задается в эконом. Это какую-то таблицу ты составил, чудесно. Теперь ты должен составить таблицу отсутствия. Это была таблица присутствия, теперь таблица отсутствия. Внимание! Вот здесь уже брешет принцип фальсификации Карла Кобера, о котором мы будем говорить. Здесь проявляет разность себя проявляет как начало, способное к критическому осмыслению материала. Что такое таблица отсутствия? Вот это явление, которое похоже на теплоотдача, а что-то какие-то планики и случают. Вот звезды. Ну да, они блестят. Но как-то вот может возникнуть подозрение, что у них тут какие-то образцы загорения. Но звезды не являются источником тепла. От них тепло не поступает. Или Луна, лунный свет, он холодный свет. Или фосфоренция. Ну вы знаете, что вот при вредных условиях возникают такие грелушки, которые фосфоренцировали точно светятся. Это люминецерный свет, он холодный свет. Так. составленная таблица отрицательных примеров. Явление чем-то похоже на те явления, которые в таблице присутствия названы. Вот похоже. Солнце ведь похоже на дуну. Звезды как-то похожи на солнце. Сходства теплонодачи нет. То есть я бы сказал так, вот здесь Франсис Бекон набирает контрпримеры. Контрпримеры, так. То есть примеры, которые как бы противоречивают его остановке. Он этого не боится. Вот составленная несколько этапов пробережных. Начинается обобщение материалов. Начинается сравнение. В общем, Франсис Бекон конечно не решил проблему тепла. Ее решили только в 19 веке. Через два века после того, как Франсис Бекон ушел в жизни. Но он высказался очень счет. Он сказал, что тепло связано с движением очень мелких частиц. Догадка. Догадка близкокисления. Да. Мы знаем, что тепловая теплая процесса связана с движением частиц, с их динамикой и так далее. Он смотрел воду и он здесь в принципе точно. Хотя это качественная формулировка. Это еще не наука, это еще не физика, это еще не термодинамик, это еще не закон. И тем не менее. Вот такова фигура Франсиса Бекона. Человек, которому мы обязаны нашим техногенным миром. Он стоял у его колыбели. Если мы сегодня разочарованы в этом мире, если мы считаем, что он неоптимальный для нас, то Франсис Бекона за это не должен быть обвинен. Ну что, друзья, я сегодня заканчиваю.